Змея весом в целую тонну, огромные летающие птицы, по-настоящему гигантские насекомые и рыбы. Когда я говорю гигантские, я имею в виду это, это или даже это. Такие существа действительно жили когда-то на нашей планете. И о некоторых из них я расскажу вам в этом видео. А если вы досмотрите ролик до конца, то узнаете, почему многие люди до сих пор верят в существование Йети. Приятного просмотра! Должен вас предупредить, что в этом ролике будет несколько терминов. Я не ученый и на это звание не претендую. Просто мне, как и вам, очень интересно узнавать что-то новое в нескучном формате. И если я допустил где-то ошибку, обязательно пишите об этом в комментариях. Докопаемся до истины общими усилиями. Что ж, давайте наконец погружаться в мир древних животных. Представьте себе кабана, ну или бородавочника. Представили? А теперь нарисуйте себе в голове образ в сто раз более мерзкий, чем тот, что вы представили. Должно быть, получится что-то такое. Два метра в высоту, почти четыре метра в длину и вес до тысячи килограмм. Огромные клыки и скулы, способные выдержать такую мощную, уродливую челюсть. Это существо называется деодон или динохиус. Оно обитало на нашей планете десятки миллионов лет назад. В Миоцене, на территории современной Северной Америки и немного Азии. Вот здесь, если смотреть по карте. Динохиусы перемещались небольшими группами, а также постоянно кочевали в поисках новых источников пищи. Это нам известно из анализа обнаруженных останков. По мнению исследователей, эти древние кабаны были всеядными. Они питались различными растениями и вели охоту на небольших млекопитающих, а также не брезговали и падалью. Интересно, почему они кушали только мелких млекопитающих? Неужели в то время были звери покрупнее? Кроме того, черепа этих животных, обнаруженные учеными, были очень сильно деформированы. Причем на них остались следы укусов именно от сородичей. Можно предположить, что динохиусы боролись друг с другом. Возможно, за территорию или за самочек. К сожалению, наверняка мы этого знать не можем, только предполагать. К счастью, эти гигантские кабаны вымерли. Около 16 миллионов лет назад климат на планете резко изменился, и произошло массовое вымирание многих видов животных. Но предки диадонов все еще делят территорию Земли с нами. Свиньи, бегемоты и дикие кабаны. Кстати, некоторые современные кабаны почти не уступают в размерах динохиусам. Посмотрите сами. Этого, кхм, малыша охотники выловили совсем недавно. Ну и жуть. Пожалуй, я больше не буду гулять по лесу в поисках грибов и ягод. По крайней мере, без ружья. Практически в тот же период по нашей планете гулял Мегистотерий. Только немного в другом месте. В районах современной Африки и Южной Азии. Было это примерно 20 миллионов лет назад. Величайший зверь. Костедробитель. Так называют этого монстра. Почему монстра? Только череп Мегистотерия составлял более 65 сантиметров в длину, а весь зверюга – более трех метров от носа до кончика хвоста. И это даже не предел. Некоторые фрагментарные остатки костей, более крупных особей, могут давать размеры в 5 метров длины, учитывая хвост, двух метров высоты и до полуторы тысячи килограмм веса. Ну разве это не монстр? По некоторым данным, это самое крупное млекопитающее, когда-либо жившее на нашей планете. Охотился Мегистотерий только на крупную добычу. Поджидая в засаде возле водоемов, набрасывался на хоботных, примитивных носорогов, крупных свиней и прочую хорошо упитанную живность. Его хватка была мертвой, пасть открывалась широко и была способна вырвать куски мяса прямо по-живому. Так монстр и поступал. А потом ждал, пока жертва истекала кровью и погибала, чтобы съесть ее целиком, включая кости. Представляете? Даже кости! А это Эндрюсарх, или Эндрюсарх, не знаю, как правильно его ударять, но, судя по внешнему виду, полосатый предок современного тигра. А может быть и нет. Никто не может дать точную информацию о принадлежности этого животного к какой-либо группе. Да и реконструкции, выполненные разными учеными в разное время, не похожи друг на друга. Давайте по порядку. В 1923 году на территории Северного Китая проводила раскопки экспедиция, состоящая из сотрудников Американского музея естественной истории и местных палеонтологов. Тогда в местечке под названием Ирденманха в провинции Внутренняя Монголия был откопан внушительный череп млекопитающего, принадлежащий неизвестному существу. И это, внимание, 83 сантиметра в длину. Против 65 сантиметров черепа Мегистатерия. Такие огромные черепа млекопитающих ученым еще не попадались, поэтому находка сразу стала тщательно изучаться. Первоначально палеонтологи решили, что череп принадлежит зверю из группы энтелодонтов – крупных свирепых хищников. Однако Генри Осборн, который описал череп, отнес животное к мезонихиям – копытным. Размеры этот самый Эндрюсарх, похоже, имел впечатляющие. До 4,5 метров в длину и до 2 метров в высоту в холке. Его ноги были пяти или четырех палами, и каждый палец имел по копыту. На этом, пожалуй, и вся доступная информация об этом гиганте заканчивается, да и вряд ли мы когда-нибудь сможем узнать точные сведения о жизни этого зверя. Известно лишь, что он, скорее всего, был всеядным, не очень быстрым, но довольно тяжелым, что позволяло ему отнимать добычу у других хищников. Как вы могли понять, Эндрюсарх, по мнению некоторых ученых, истинный обладатель звания «самая крупная млекопитающая из когда-либо существовавших». Но это лишь теории. А как насчет птиц? Вот, например, фараракас, и он просто впечатляет. Это один из самых огромных хищников, когда-либо бродивших по Южной Америке. Ну или, по крайней мере, самой крупной в эпоху плеоцена. По сути, эти птицы очень похожи на наших современных страусов, но имеют при этом гигантский клюв и очень острые когти. Высота фараракасов могла достигать около 2,5 метров, а клюв 60 сантиметров в длину. Острый и сильный, что делало этих монстров весьма убедительными хищниками. Некоторые ученые считают, что фараракасы могли охотиться на таких животных, как лошади или носороги, или просто проглатывать добычу размером с рысь. И знаете, что самое удивительное? Эти птицы не умели летать, зато их скорость бега была просто феноменальной. Некоторые ученые даже утверждают, что их скорость сравнима со скоростью гепарда. Представляете, каково это – увидеть такого гиганта мчащегося прямо на тебя? По сути, это огромный, агрессивный и очень быстрый страус, вооруженный мощнейшим клювом. И как хорошо, что эти великаны больше не бродят по нашей земле. Они вымерли примерно 2,5 миллиона лет назад. Вас не впечатлил фараракас? Тогда вот, посмотрите на Кецалькуатля – самое огромное существо, когда-либо летавшее по небу. И имя ему дали в честь древнего ацтекского бога, который часто изображался в виде пернатого змея. Кецалькуатль был настоящим гигантом, даже по стандартам мелового периода, в котором жил. Размах крыльев – 12 метров, рост около 10 метров – вот это мощь! И хотя ее размер внушителен, весила птица не так уж и много, благодаря своим полым костям. Что, собственно, и позволяло этому монстру летать по небу. Конечно же, у него был острый клюв, с помощью которого птиц ловил добычу. Интересно, кстати, что Кецалькуатль предпочитал питаться падалью, как и некоторые современные аисты Марабу. Мне кажется, это такое странное сочетание – величественный гигант и питающийся отходами. Представьте только, как здорово было бы увидеть такое создание вживую. Это же почти как самолет, только живой. И еще вот что непонятно. Как же он вымер? Мне казалось, такое существо неуязвимо. Думаете, все эти гиганты жили очень давно? 300-500 миллионов лет назад? А вот и нет. Всего 6 миллионов лет назад на территории, где сейчас находится Аргентина, жил грозный хищник Аргентавис – летающая птица, которую многие палеонтологи называют самой большой и тяжелой из всех когда-либо существовавших летающих птиц на Земле. Вы спросите, а как же Кецалькуатль? Дело в том, что его обычно не относят к классу птиц. У него же нет перьев. Поэтому давайте вернемся к Аргентавису. Да, это была настоящая птичка-монстр. Он весил от 65 до 72 килограмм. Длина его тела составляла порядка 3,5 метров, а высота – от 1,5 метров до 2. Это, на минуточку, по-настоящему исполинские размеры. Только размах крыльев этой птицы достигал 7 метров. И это почти в два раза больше, чем у Альбатроса – самого крупного современного представителя этого класса. Нет никаких сомнений в том, что Аргентавис был способен летать. Анализ окаменелости этой птицы позволяет предположить, что она в основном пользовалась планирующим полетом, но, вероятно, использовала восходящие потоки теплого воздуха. Она редко взвахивала крыльями, делая это лишь на короткие периоды времени. Также ученым удалось установить, что минимальная скорость полета Аргентависа составляла 11 метров в секунду, или 40 километров в час. Представьте, каково это – увидеть такого великана, парящего в небесах над ландшафтами Аргентины. Думаю, это было бы невероятное зрелище. Интересно, а на нем можно прокатиться? Ну, знаете, как на орлах из «Властелина колец». Было бы здорово. Вот скажите, вы боитесь всяких летающих насекомых? Когда мы говорим о насекомых, обычно представляем себе крошечных и не очень заметных существ. Но в палеозойскую эру, примерно 300 миллионов лет назад, жизнь на Земле выглядела совершенно по-другому, и иерархия была совсем иной. В то время на планете правили насекомые, которые были далеко не такими, как сегодня. Они были огромными. И я хотел бы рассказать вам об одном из таких представителей. В 1880 году во Франции в городе Коментри была впервые обнаружена меганевра. А спустя почти 100 лет, в 1979 году, второй экземпляр нашли на территории Великобритании в графстве Дербишир. Эти находки поразили палеонтологов, вызвав множество вопросов о размерах этой древней стрекозы. Ведь все находки указывали на то, что меганевра имеет размах крыльев до 65 или 100 сантиметров и длину тела более 45. Жуть, не правда ли? Но тогда как же эти гиганты вымерли? Меганевру вытеснили с планеты два фактора – падение уровня кислорода в атмосфере и появление птиц. Снижение уровня кислорода было особенно опасным для меганевр, так как они не могли приспособиться к новым условиям, что и привело к вымиранию. Из-за того, что меганевры дышали всем своим телом, увеличение содержания кислорода могло бы способствовать их росту. Однако даже когда уровень кислорода в атмосфере снова увеличился, спустя миллионы лет, меганевры так и не вернулись. Ведь появились птицы, с которыми большие стрекозы просто не смогли конкурировать. Так эти гиганты и проиграли эволюционную гонку. Помните могучего Василиска из Гарри Поттера? Кажется, он был действительно огромным. Как думаете, такие гигантские змеи когда-нибудь существовали на нашей планете или это лишь вымысел? Мой ответ – существовали. Примерно 60 или 58 миллионов лет назад во время Палеоцена. Титанобоа – самая большая, самая длинная и самая тяжелая змея из когда-либо обитавших на Земле. Взрослые особи могли достигать 13 метров в длину и весить около 1200 килограммов. Это же просто невообразимо. А знаете, кем питалась эта чудовищная змея? Вы удивитесь – рыбой. Дело в том, что в те времена еще не было настолько крупных млекопитающих, способных насытить змею такого размера. А водные присмыкающиеся были – их хватало на всех. Чтобы наезд садат вала, титанобоя было достаточно всего лишь пары ловких выпадов. И даже главный прием современных питонов и анаконд – смертельные обвивающие удушающие хватки – титанобоа не использовала. Кстати говоря, есть теория о том, что в современной Амазонке иногда кто-то когда-то встречал этого самого титанобоа. Но правда это или вымысел – я не знаю. Геликоприон – еще одно интересное существо. Оно очень напоминает современную акулу. Длина ее тела – до трех метров. Плавники, хвост. Но имеет одну интересную особенность – уникальную зубную спираль. Именно эту спираль сначала и обнаружили ученые. Они долго гадали, кому же эта деталь может принадлежать, и, наконец, спустя непродолжительное время, смогли таки сделать вывод – необычной акуле. Самая последняя реконструкция этого существа выглядит примерно так. Симпатичная ребешка, не так ли? А какие у нее зубки? Похоже на бензопилу. Число зубов в таких бензопилах доходит до 180 штук. Но в большинстве экземпляров их всего-то около ста. Кстати, других зубов у этих акул нет. Верхняя челюсть пустая. А еще такая спираль не раскручивалась и не выбрасывалась из пасти. Она просто всегда находилась в таком неудобном положении. Мне, если честно, даже немного жаль этого геликоприона. Это же, наверное, жутко неудобно. Ученые считают, что этот морской хищник обитал в каменно-угольном периоде, пережил одно массовое вымирание, а потом все же исчез. Останки этого зверя почти не сохранились. Ну и наконец-то мы добрались до того самого существа, которое напоминает йети – гиганта Питек. Даже из названия ясно, что это какой-то огромный зверь, напоминающий обезьяну. Об этих животных нам практически ничего не известно. Потому что все, что мы имеем – зубы. Гигантские зубы. Много гигантских зубов и целые челюсти. И все реконструкции гиганта Питеков производятся путем пропорционального увеличения орангутана, так как его зубы очень похожи на зубы гиганта Питека. И в конце концов орангутана настолько сильно увеличили, что рост получившегося монстра достиг трех метров, а вес – 600 килограмм. Также известно, где жили эти животные. В бамбуковых джунглях и в горах Вьетнама, Индии и Китая. Ведь те самые зубы находили в этих районах. Кроме того, существует мнение, что гигант Апитек был существом всеядным, достаточно разумным, примерно на уровне первых людей. А также прямоходящим, пользовался орудиями. Возможно, именно это мнение и легло в основу теории о снежном человеке. Некоторые люди верят, что где-то в Гималаях живут гигантские волосатые люди. Официально же гигант Апитек вымер. Произошло это всего около 300 тысяч лет назад. И основная причина – преследование человеком разумным. Такие необычные животные существовали когда-то на нашей планете. И вот представим, что кто-то изобрел машину времени, вы бы отправились посмотреть на какое-нибудь существо. Или вы предпочитаете сидеть в комфорте и безопасности, прямо как я. Пишите свой ответ в комментариях. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!